Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и это прохождение игры Prehistoric Kingdom. Итак, сегодня, как я обещал, мы выведем с вами нового динозавра, огромного хищника, Кархадонтозавра. Сразу приношу свои извинения, что в прошлом ролике уранозавра и мутоборозавра я назвал хищными динозаврами. Нет, ребят, это травоядные. Sorry, 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 простите меня. С ними, короче, все хорошо, все в порядке. Ну и, как всегда, в зал славы в начале ролика попадает Драгон Динозавр и Стейси Милк. Ну и, собственно, опять же, Мунтоп Геймс за ваши оригинальные комментарии. А сразу предупрежу, что в следующем ролике мы выведем с вами спинозавра. Мне не хватает немножко денег, и в зал славы попадет комментатор. Ну, напишите что-нибудь такое, чтобы, прям, вау, чтобы я просто порвал свой живот от смеха. Короче, да. Давайте расскажу немножко о том, что было в закулисе. Ну, собственно, разработчики выпустили достаточно много фиксов с того дня, как я снял предпоследнюю серию. Если кому-то что-то интересно, ссылочка в описании на группу ВКонтакте Prehistoric Kingdom. Почитайте. Ну, вкратце расскажу, что поправили оптимизацию FPS 22. Ну, это местами, местами. Где-то убрали какие-то баги. Работа, короче, проведена над большими ошибками. Также хочу добавить то, что когда теперь динозавры заходят в воду, они сыреют. Да, мы можем видеть, как их шкура становится сырой. Опять же, на какую глубину они зайдут. То есть, если они зайдут, грубо говоря, по шейку, он выйдет, голова будет сухая, а тело сырым. Также спинозавру, но это будет уже в следующей серии, спинозавр вроде теперь может раскапывать каких-то крабиков. Да, в своем вольере. Так, секундочку. Сейчас у меня, кажется, вышел внеочередной генератор из строя, и нужно его сейчас срочно-срочно поправить. Хотя, ну, с электричеством у меня, как таковых проблем нету. Далее. Отвечаю на ваши вопросы. Давайте мы вот сюда спустимся, посидим в парке, потом я вам еще кое-что расскажу. Отвечу на большой, огромный вопрос. Как заработать рейтинг? Так, да, рейтинг зарабатывается достаточно очень тяжело, но я могу ответить на первый вопрос. Вернее, ну да, давайте на первый вопрос. Единственный, короче, вопрос, но разобью на два пункта. Первую звезду. Допустим, две звезды в самом начале очень легко достигаются. Вы непременно начинаете открытие парка, какие-то первые там магазины, первые вольеры, первые динозавры. Все, на этом все может застопориться. Первую звезду достаточно очень легко заработать. Вам нужно, как мне, как я это сделал, у вас в парке есть один вход, да, допустим. Один вход, откуда приходят гости. Ваш парк развивается со временем, и он становится вот таким огромным, громадным просто мегагородом. Откройте с другой стороны вход еще один для гостей. Потому что те гости, которые, допустим, с пункта А до пункта Б, который находится за 3-9 километров, они просто тупо не будут доходить, не будут добираться. А те гости, которые с пункта Б выйдут, они, в принципе, прошарят местность, да. А из пункта А они прошарят в пункте А, и тем самым рейтинг будет складываться. Вот, то есть, стройте больше, как бы, наверное, вот этих гостевых, да, входов, так скажем. Во-вторых, вам нужно, вам нужно содержать в чистоте все ваши вольеры. Во-вторых, насколько можно, настолько больше ставьте, блин, разводите навозных жуков, да. Вот. Больше, больше жуков, больше скушенных, ну, сами понимаете чего. А в-третьих, ваши гости приходят не только посмотреть на динозавров, ну, это тоже самое, да. Но в большинстве, как я говорил, с самого начала роликов, с самого начала роликов, они приходят жрать и покупать, кушать, да, кушать, они приходят посетить какие-нибудь рестораны, кафе. Да, взаимодействие какое-то есть, и это определенно открываете до четырех каких-нибудь громадных, больших. Вот смотрите, как меня, видите, да, здесь местность. У меня здесь, помните, в прошлой серии ничего практически не было. Я открыл в определенном районе больше магазинов. То есть, такие, как бы, зоны, зоны, где есть рестораны, магазинчики разные. Больше увлекательных таких мест, да. И я советую ставить еще какие-нибудь статуи. Статуи, это также непременно дает прирост, прирост к рейтингу парка. Также, я советую вам делать какие-нибудь насаждения. Просто заходите в меню терраформирования и кидайте какие-нибудь там деревни, кустарники. Ну, что вам приятнее, на ваш взгляд. Это даст тоже процент к приросту красоты вашего, так сказать, парка. Потому что, ну, вы, вы же приезжаете в какой-нибудь парк и представляете, если там не будет никаких деревьев, а одна пустошь, одни камни какие-то или без камней даже, вам это уже будет некомфортно. А вы приходите в парк, какая-то красивая растительность. Растительность, согласись, это определенно тоже даст большой процент к приросту рейтинга. Целую звезду. То есть, вот так, ребят, вот так. Много растительности не советую я раскидывать. Особенно, особенно. Все по мере необходимости. Особенно клеткам не ставьте. Потому что определенная растительность, она влияет на динозавров. Да, то есть, грубо говоря, какой-нибудь биом вы раскидаете за решеткой, но будет взаимодействие с биомом, который находится в вольере. Близко не ставьте. Так, сейчас я вам покажу. Ну, вроде бы все рассказал, что хотел. Дальше, если что, вспомню, я расскажу. Так, во-первых, давайте посмотрим. Вы не поверите, за кадром я, наверное, потратил часа три, чтобы улучшить парк. Это раз, во-первых. Во-вторых, чтобы добиться еще полторы звезды. Да, невероятно. Это было трудно. Так, я поставил несколько таких зон с магазинами. Достаточно народу очень много. За 1600 уже переваливает. Помните, да, сколько там в том ролике было? Я не знаю, 1200, может быть. Или тысячи даже не дотягивалось. Теперь, в принципе, большая посещаемость парка. Так, я открыл, значит, некоторые зоны развлекательные. И я поставил вольер, сделал для Кархадонта Завра. Я его уже, кстати, вывел. Вроде бы один вид. Мне немножко не хватает денег. Вот, если что, последующие виды мы выведем с вами в следующем ролике. Так, я ему тут сделал кое-какой вот такой вот, не знаю, домик, так сказать. Накидал соломы. Накидал, конечно же, навозных жуков. Приготовил уже небольшую, большую, вернее, чашу с водой. Мясо. Кормушка стоит. Так, и я вывел новый подвид. Подвид пситакозавров. Это монгольские какие-то пситакозавры. С интересным раскрасом. Видите, как они нежутся? У них интересные имена. Смотрите, шеф. Халюм. Вова. И, по-моему, Маша. Да, и Маша. Интересно. Короче, у меня здесь, по-моему, две самки, два самца. Два самца разного вида. И самка-самец одного подвида. Они любят нежиться на соломе. Это определенно дает им комфорт. Так что, если вы ставите небольшое жилище для них, обязательно накидайте соломы. Милое существо. Она хрюкнет? Нет, она не хрюкнет. Так, по вольеру для пситакозавра советую ставить где-то около двух метров, наверное, забор. Естественно, открытый. Не нужно ставить закрытый, потому что посетители, они не увидят, что за вольером. И, собственно, даже бывало такое, что они просто эту местность обходили. Я поставил определенные таблички. Информационные монгольские пситакозавры. Так, ну что же, давайте, наверное... Так, ну вроде все, что хотел рассказать, рассказал. Давайте выведем сюда нашего кархадомтозавра. Зачем мы пришли именно сегодня за ним? Спинозавр стоит 800 тысяч долларов. А 4 звезды у меня есть. Я, в принципе, смогу с легкостью его изучить и купить. Как раз немножко понабиваю денег, так сказать. Так, слоты разведения. А вот он, огромный, огромный пищник. Да, кстати, для тех, кто не знал, для тех, кто не знал, в будущем нас ждет 10 обновление этой игры. И к нам должен прийти, дайте-ка вспомнить его название, Элас Материй. Элас Материй. Это небольшой, ну я бы сказал, что большой пещерный лев, который жил, по-моему, где-то около 5 миллионов лет назад. Ох, большой красавец. Рейтинг парка. Интересно, насколько это повлияет. Там было написано, что даст прирост аж к 5. Ну хотя бы половинку хотелось бы. Как же он красив, какая огромная махина. Я даже не представляю, если он вырвется из вольера, что начнется в парке. Это будет вакханалия. Это будет вакханалия. Так, ну ладно, одна особь у нас есть. Забор я поставил, по-моему, 5-метровый, стальной. Ну вырваться они как бы не вырываются. Были раньше баги, что они убегали из клеток. Сейчас этот баг полностью прошел, да. Прирост пошел. Немножко там процентов 5, наверное. Так, давайте создадим. Создадим, наверное, ему биом. Как же мне нравится, что они сделали вот эту камеру. Так, неподходящая среда обитания. Рейтинг, привлекательность 900. Базовый рейтинг 900. Невероятно. Так, лесистая местность. Вода. Нам нужна вода. Начнем, наверное, терраформировать именно ее. С ее терраформирования. Глубину. Глубину. Ну, я даже не знаю, какую поставить. Метр. Либо два. Кстати, да. Водные динозавры, они в этой игре больше всего преимущественно находятся в водоемах. Они редко вылазят на поверхность. Так, два метра. Ну, думаю, что в жаркий день, чтобы нашему кархадонтозавру, так сказать, спокойно зайти поглубже и охладиться. Так, наверное, глубину можно еще чуть-чуть на три метра сделать. И этот огромный бассейн здесь чуть больше разлить. Вот так. Глубину на метр. Вольер достаточно большой, широкий для него. С этим проблем не должно быть. Давайте посмотрим. Смотрите. Кархадонтозавру определенно нравится плавать. Невероятно. Надо будет у травоядных, наверное, в клетках мне тоже сделать чуть поглубже. Смотрите, видите, да? Шкура становится сырой. Все. Малыш доволен. Малыш охладился. Далее. Воды бы можно чуть побольше сделать. А может быть, нам раскинуть еще где-нибудь вот здесь одно озеро? Давайте. Почему бы нет? Почему бы нет? Метровая нет. Ну, два метра, я думаю, сойдет. Давайте где-нибудь вот так. И озеро где-нибудь посередине. Все. Я думаю, этого достаточно. Далее. Перейдем, наверное... Так. Песок. Интенсивность 30. Размер. Размер 15, наверное. Ну, вот так вот сделаем песок. Так. Здесь можно также обозначить. То же самое. Прекрасно. Ему определенно это понравится. Так. А в воду, наверное, можно накидать порода, глина. Ну, глина бессмысленна, мне кажется. Давайте тоже песок. Почему бы нет? Вот так. И вот так. И вот так. Можно, конечно, и глины чуть-чуть. Блин, у меня, по-моему, этот утонул. Как он называется-то? Навозные жуки у меня утонули. Ну, ладно. Ничего страшного, думаю, я не будет. Так. Давайте посмотрим благополучие. Вода. Огромное изобилие воды ему надо. Ну, что ж ты какой у меня. Ненасытный. А если я тебе еще кормушку с водой поставить? Ну, давай еще, короче, кормушечку с водой тебе кинем одну. Давай еще одну большую, потому что у нас еще будут кархадонтазавры. Так. Все, прекрасно. Две кормушки прямо-таки отлично пошли. Смотрим биомы. У нас луговой, тропический и болотистый. Так, биомы. Пустыня, пастбище, тропический. Мне нравится, что еще открылись вот такие подвиды. Подвиды. Смотрите, тропический лес, тропический пальмовый и тропическая прерия. Так, ну, 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 ну. Плотность я ставлю максимально маленькой. Можно, знаете, вот так оазис сделать небольшой вокруг маленького озера. Вот так вот сделаем. Сюда он будет приходить на водопой в жаркий день и прятаться. Прятаться под пальмами. Еще чуть больше. Покучнее. Отлично. Так, вот такой вот у нас оазис здесь. Далее, что у него болотистый, болотистый. Ну, давайте превратим вот это вот большое озеро в болото. Так, всего понемножку, я думаю. Всего понемножку. Так, размер чуть поменьше. Дабы нам с биомами не переборщить. Отлично. И теперь луговой биом. Луговой, я не помню, как он здесь обозначается. Так, пустыня. Пышное пастбище. Лук. Нет. Бореальный лес. Это совсем все не то. Прибрежный, прибрежный. Нет. Сосны. Мне кажется, тут немножко оно неправильно отображено. Умеренный лес. Стойте, а если я просто нажму вот так на картинку? То есть оно ее автоматически выберет? Стойте, ну-ка. Нет. Но давайте попробуем, почему бы нет. Но мне кажется, я сейчас что-то не то сделаю. Оп. Нет. Не подходит. Не подходит. Ладно, давай посмотрим пастбище. Может, наверное, тоже не подойти. Где наш Карха? Да, блин. Да, совершенно верно. В общем, короче говоря, я открыл для себя открытие. Луговой это, вы не поверите, это пастбище. Ну, логично, в принципе. Пастбище. Так. Маленьких кустарников, пускай на этой стороне будут. Здесь можно какие-нибудь... А почему не ставятся засушливые деревья? О! Вот такие пышные деревья пошли. Карха будет доволен. Я думаю, вот здесь с краю решеток можно тоже накидать побольше даже. И вот тут тоже. Все. Я думаю, что вот это, наверное, прямо самое такое идеальное, что у нас получилось сегодня. Мы построили невероятно красивый вольер для Кархадомтозавра. Это прям самый, наверное, сейчас будет рейтинговый динозавр в нашем парке Skytop Games. Это будет рейтинговый динозавр. Посмотрите, прирост еще дало где-то процентов, наверное, 10 к звезде. А что будет, если мы откроем с вами спинозавры и поселим в нашем парке? Невероятно. Смотрите, он пошел в оазис. Ему это место явно нравится больше, чем остальные. Можно это место поглубже, кстати, сделать. Он любит плескаться. Он любит заходить и плавать. Он обожает это. Все, малыш устал. Малыш устал. Нежится на соломе. Рядом с навозным жуком. Смотрите, жук перекатывает навоз. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, что серия понравилась определенно. Поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал. Ну что же, жду оригинальный коммент. И кто напишет его. Я выберу его. И тот попадет в наш зал славы. Skytop Games Park. Ну, следующая серия. Это спинозавр. До новых встреч. Пока.